всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал на котором мы говорим о развитии инвесторского мышления сегодня очень популярная тема каким образом получить 100 тысяч рублей пассивного дохода от инвестиций в акции американских компаний с одной стороны тема достаточно популярная с другой стороны сам вопрос каким образом он ставится он достаточно бестолковый на мой взгляд потому что он не предполагает выявление совершенно других задач которые ставят перед собой клиент то есть какой горизонт инвестирования если возможность дополнительно наносить денежные средства если закрытый вопрос финансовой безопасности кстати если интересна тема посмотрите вот это вот видео не как раз мы говорили про вопрос финансовой безопасности как ее рассчитать поэтому для того чтобы давайте называть какие-то конкретные имена и уж тем более называть сколько туда нужно вкладывать то что я сейчас буду говорить это подпадает под понятие индивидуальной инвестиционной рекомендации потому что называется конкретный имитент потому что называется сколько примерно сумму туда нужно вложить какие можно ожидать дивиденды То есть все эти вещи, они называются сейчас, но ни в коем случае не должны восприниматься как индивидуальная инвестиционная рекомендация. И это не индивидуальная инвестиционная рекомендация, а это некое предварительно на какие бы акции можно было посмотреть, если бы у меня, допустим, стояла цель получать на пассиве 100 тысяч рублей в месяц, но в долларовом эквиваленте, скажем так. Потому что многие хотят минимизировать какие-то валютные риски и задают вопрос, а что бы тогда, Максим, лично ты купил? Вот это ответ на вопрос, чтобы лично я купил инвестиционный портфель, какая бы там была дивидендная доходность, какая бы доля данной компании была, то есть почему именно настолько я купил. Здесь очень примитивные вещи. У нас идет определение доли не по отношению инвестора к риску, а больше по капитализации. То есть чем более крупная компания, чем больше она по капитализации, тем больше вес этой компании должен быть, потому что, скажем так, рисков меньше. Потому что у нас бывают совершенно другие истории. Народи смотрят, какая дивидендная доходность и покупают на всю котлету данную акцию. Друзья, я здесь еще раз хочу быть правильно понят. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это не значит, что если вы сформируете портфель так, как вы сейчас видите у себя на слайде, на презентации, то в этом случае у вас будет такая доходность, которую я сказал, потому что на доходность влияет очень много обстоятельств. Через какого брокера вы покупаете, какие налоги вы платите, какие у вас затраты на хранение данных, ценных бумаг, какую комиссию вы платите для того, чтобы купить эти акции, чтобы удерживать их в инвестиционном портфеле. Потому что сейчас называются какие-то отдельно взятые имена, которые на самом деле не должны таковыми являться. То есть вообще для новичков здесь лучше посмотреть, допустим, на какие-то отдельные ETF, которые инвестируют в дивидендных аристократов американских. Но давайте перейдем непосредственно, все-таки назовем какие-то отдельные имена. И здесь суть заключается не в том, чтобы рассказать вам про то, что это за компания, почему она включается в инвестиционный портфель. Мы просто берем сухие цифры, текущие дивидендные доходности и каким образом вкладываются туда денежные средства. Сколько на самом деле нужно денег сегодня, сейчас в рублях для того, чтобы сконвертировать их в доллары, на эти доллары купить определенные акции согласно определенной структуре. Чтобы получить дивиденды в долларах, переведя эти доллары в рубли по курсу 73 рубля, чтобы выйти на некий чистый денежный поток в 100 тысяч рублей. Или по текущему курсу эквивалент получается где-то 1300 долларов США. Что здесь хочется показать? В первую очередь показать не отдельно взятые истории, конечно, они же будут представлены на экране. Здесь хочется показать разрыв, то есть сколько нужно проинвестировать, допустим, в дивидендные компании российские, и сколько нужно проинвестировать в дивидендные истории акций Соединенных Штатов Америки. Таким образом выглядит портфель, не стал набирать большое количество акций для включения в инвестиционный портфель. Это получается телекоммуникационная компания, биофарма, IBM, то есть здесь большая ставка на развитие техники искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта, обработки данных и процессоров нового поколения. Другие компании, опять же, не стоит задача сейчас прокомментировать каждую из компаний, прокомментировать ее бизнес. Мы здесь смотрим, какая у нас годовая доходность в настоящий момент дивидендная в валюте, которую можно получать. Нужно понимать, что, опять-таки, чудес не бывает. У различных компаний есть как привлекательная норма доходности. Здесь очень важный момент, что не смотреть на то, какую доходность мы получаем, там 7,7% или 7,6% в AT&T, и тогда я на всю котлету лучше куплю AT&T, потому что, опять-таки, чудес не бывает. Если у нас есть такая дивидендная доходность, то нужно разбираться более глубоко, и это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Повторюсь об этом еще раз. Сумма инвестиций, которую мы совершаем в каждую из акций, то есть можно видеть, что какие-то покупаются больше, какие-то покупаются меньше. Какой принцип заложен? Принцип заложен следующий. То есть чем более крупная капитализация компании, чем более дорогая компания с позиции рыночной капитализации, тем большую сумму мы инвестируем. То есть если капитализация от 200 миллиардов, то мы вкладываем 60 тысяч долларов. В диапазоне от 200 до 100 миллиардов мы вкладываем по 50 тысяч долларов. Ниже 100 миллиардов до 50 миллиардов вкладываем 40 тысяч долларов. И ниже 50 миллиардов вкладываем 30 тысяч долларов. Налог с дивидендов считаем равным 13%, что у нас есть избежание двойного налогоблажения. Итого у нас получаются рассчитаны чистые годовые выплаты с учетом 13% подоходного налога. Здесь мы от акции получим 2400 долларов, 3300 от TNT и согласно данной табличке. Итого в общей сложности нам нужно проинвестировать для того, чтобы получать сумму чистых доходов в долларах у нас получается 16295. В пересчете на месяц у нас получается 1357 долларов или 99000 рублей по курсу 73 рубля за доллар. Итого инвестиции в долларах нам нужно осуществить 320 тысяч долларов. В рублях по курсу 73 у нас получается порядка 23-24 миллионов рублей. Нужно иметь инвестору на брокерском счету, чтобы сформировать подобный инвестиционный портфель с целью получения пассивного дохода в 100 тысяч рублей. Друзья, вот такая вот информация к размышлению. Опять же к размышлению. Здесь очень большое количество подводных камней. Здесь идет покупка отдельно взятой ценной бумаги. В данном видео суть заключается в том, что не полностью сделать подобный портфель, сохранив пропорции. Поверьте мне, здесь нужно ответить на вопрос больше. Что это за компания? Вы видите, что дивидендная доходность достаточно привлекательная. Там свыше 4%. В то время как мы на канале говорим о том, что ставка без рисковой доходности сейчас в США составляет 1,2-1,3%. В то время как инфляция может разогнаться до 2,4%. И вы здесь из данной таблички, соответственно, можете видеть, что дивидендная доходность данных компаний превышает даже прогнозируемую инфляцию в следующие 5 лет в 2 раза. И понятно желание и стремление упростить себе жизнь, довериться Максиму, войти в его шкуру и сказать, что окей, Максим, я тебе доверяю. Таким образом я сформирую свой инфляционный портфель. У меня стоит задача все-таки подтолкнуть лично вас к развитию собственного мышления, чтобы вы зашли в интернет, чтобы вы посмотрели скринеры, чтобы вы посмотрели фундаментальные показатели данных компаний и смотрели не только на дивиденды. Дивиденды, опять-таки, поймите, чудес не бывают. Если бы у вас AT&T, допустим, имеет текущую дивидендную доходность 7,6%, то в этом случае вы должны понимать, что при текущей форвардной доходности американского фондового рынка на уровне 1,2, AT&T должны были просто смести с рынка. И то есть у нее должна была быть цена значительно выше, потому что у нее денежный поток предполагает то, что она дает вам дивидендную доходность, дивидендную доходность дает в 5 раз больше, чем текущая форвардная доходность всего рынка. И в этом случае тогда вроде бы ее должны покупать, но ее почему-то не покупают. Посмотрите, пожалуйста, список из данных акций. Я не призываю вас покупать их. Я призываю вас копнуть поглубже. И оставьте комментарий под данным видео, почему на ваш взгляд список из данных компаний, акции из данного списка имеют такую дивидендную доходность, чтобы лично вы включили свой собственный инвестиционный портфель, чтобы вы добавили еще. Может быть, я чего-то не учитываю и на ваш взгляд есть какие-то другие дивидендные истории, которые на ваш взгляд являются более интересными и перспективными. Помогите сообществу, помогите слушателям и подписчикам нашего канала, тем более, если у вас есть экспертные знания по фундаментальному анализу, если у вас есть определенные истории, которые вы считаете интересными, давайте это обсуждать в комментариях. Если будет что-то интересное, готов, может быть, даже совместно порассуждать в эфире на тему тех компаний, которые не включены в данный список, но на ваш взгляд являются перспективными объектами для инвестиций. У меня на этом все. Если понравилось видео, еще раз ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарии. Увидимся в следующих видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!